Хорошо, теперь перейдем непосредственно к этой теме, которую Бог положил мне на сердце. И Бог дал мне на сердце такое название «Причины неисполнения Божьих обетований». Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Вы знаете, почему именно такая тема? Я давно как-то уже об этом размышляю, уже я об этом проповедовал, и здесь у нас в церкви. И вот как-то была возможность мне быть в церкви Скини, и там тоже Бог дал возможность говорить. Но там не получилось как бы в полном объеме это все говорить. Но вот над этой темой я размышляю давно. И знаете, что я заметил по ходу своей жизни? Я верю, что я думаю так, я уверен, что вы тоже сможете это подтвердить по опыту вашей христианской жизни. Вот что я заметил? Что не у всех верующих в жизни Божьи обетования исполняются. Ну, может какая-то часть их исполняется, а другая часть не исполняется. Вы тоже заметили такое? Потому что человек может быть верующим, а вот обетования не обязательно исполняются только потому, что он уверовал. Вы видели такое? И я основываюсь в этом написании. В Писании, в книге Малахии, через книгу Малахии, помните, такие слова Бог сказал, что я явлю разницу, будет видно разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Аминь. Поэтому вот, хотя название темы вот и такое, причины неисполнения Божьих обетований, но цель, цель, это вот цель, которую как бы, я верю, что ее и Бог преследует, и я ее в какой-то мере как раб Божий, как слуга Божий преследую. Цель такая, чтобы вдохновить и мотивировать нас на служение Богу. Вот именно вдохновить и мотивировать. Вдохновить на дальнейший труд во славу Божию тех, кто трудится в Божьем служении, в Божьем призвании, слава Богу. Цель такая, чтобы через эту конференцию, через это слово вы дальше были вдохновлены на труд Божий. А мотивировать тех, кто может, возможно, есть здесь и не служит Богу, или оставил служение по каким-то причинам, или меньше стал усердствовать, как Писание говорит, ослабел, может быть. Вот для тех, дай Бог, чтобы эта конференция, эта проповедь были таким мотиватором, чтобы опять вернуться к служению, опять вернуться к Божьему призванию, чтобы увидеть в этом великое благо, которое Бог сокрыл именно в служении Ему. Вот такая вот цель, вот такое вот название конференции. Давайте мы склоним головы, не вставая, еще коротко помолимся. Великий Божий, спасибо Господь за то, что Ты собрал нас здесь, пред Собою. Может, это нам кажется, что мы сами решили сюда приехать или прийти, но мы верим в то, что это Ты нас позвал, что Ты нас сюда привел. И у Тебя есть желание нас благословить, Господь. У Тебя есть желание нас вдохновить на труд Твой, укрепить нас, возможно, возвратить кого-то из нас к служению Тебе, Боже. Поэтому вот мы, рабы Твои, слуги Твои, дети Твои, здесь, пред Тобою, Боже, пожалуйста, совершай в нас все, что Тебе угодно. А нам, Боже, дай слышащее ухо, разумеющее сердце, чтобы мы могли принять, Боже, все, что Ты желаешь нам дать в этом дне, в этой конференции, Господь. Помоги нам все это сохранить, и также очень мы просим Тебя, пусть просто через нас вот то благословение, которое мы получим, распространится и на многих других людей, Господь. Чтобы имя Твое и в их жизни было прославлено, и чтобы воля Твоя, благая и совершенная, она совершалась и через нас, и через многих других людей, которые в Тебя веруют, Боже. Тебе вся слава, хвала и благодарность, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И как я уже сказал, что тема вот такая легла на сердце причины, именно причины неисполнения Божьих обетований. И хотелось бы мне, прежде чем я перейду вот к этим причинам, которые как-то так вот, молясь, Бог мне открыл, и я бы хотел просто напомнить вам некоторые места из Писания, и первое место это числа 23.19, а второе место это второзаконие 32, 32 глава, 3-4 стих, и таких мест в Писании намного больше, вот, но эти именно два места говорят о верности Божьей. Вот в книге Числа, книге Числа, вот это 23.19, там написано такие слова, да, я знаю, что вы их все хорошо знаете, просто лишь напомню о них, там сказано, Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет обещать и не исполнит. То есть Бог не человек, все, что Он говорит, это да и аминь. Так это или нет? Другое место во второзаконии, в 32 главе, там тоже есть, наверное, стихи неправильно вам сказал, ну, просто есть там такое место в конце 32 главы, где написано, где идет молитва Моисея, и Он там такие слова говорит, что Бог верен, и нет неправды в Нем. Бог верен, и нет неправды в Нем. Поэтому я думаю, что, я в этом уверен, что когда мы с вами уверовали в Бога, мы можем быть абсолютно уверены в Его верности. Аминь. Он верен, нет в Нем никакой неправды, Он не человек, чтобы Ему лгать. Все, что Он говорит, Он в состоянии, Он в силе и в желании исполнить. И мы можем всегда этим вдохновляться, укрепляться, и на этом строить свою веру и свое упование. Аминь. Но вы знаете, то, как я тоже говорил вначале, что когда смотришь на жизнь, смотришь, то оказывается, что не всегда в жизни всех верующих исполняются обетования. И действительно, вот я исследовал так, молился к Богу, и хотел поделиться сегодня, хотел поделиться сегодня вот тем, что Бог мне открывал, показывал, может не сразу, но в процессе долгого времени. И когда я над этим размышлял, я не перестал верить в то, что все обетования Божьи, а не да и аминь. Но я увидел, что есть причины, есть причины, по которым, ну, по которым многие обетования, ну, в жизни нашей могут не исполняться. И вот так Бог мне открыл, так Бог мне показал, и этим я хочу поделиться с вами, что я увидел, вот увидел пять основных, основных причин. Может их больше, может их больше, но мне Бог вот так как-то показал, положил на сердце пять основных причин, по которым в нашей жизни могут не исполняться Божьи обетования. Когда я что-то вот вспомнил эти пять причин, я вспомнил такая есть песня, такой певец, Юрий, по-моему, Николаев, да, там, Игорь, Игорь Николаев, да, и там, и на это пять причин, да, и на это пять причин. Тоже в этой песне он говорил там о пяти причинах, вот. И даже в этой песне, вот, в которой эти причины перечисляются, определенный смысл в этом есть. Там говорится, первая причина – это ты. То есть первая причина не исполнения Божьих обетований, это не Бог, а кто? Это ты. А вторая, возможно, это все твои мечты, которые не от Бога. А третья причина, там поется, это боль, потому что кончилась любовь, потому что, возможно, в тебе любви не хватает. И это причина. Но все-таки это как бы песня, это песня, а Бог показывал мне другие причины. Хорошо. И вот первая причина, которую как бы Бог положил мне так на сердце, открыл мне, и которой хочется с вами поделиться, причина, по которой, возможно, Божьи обетования не исполняются в вашей жизни или в жизни людей, которые вас окружают, ваших подопечных, потому что цель же – это слово принятие для себя и у каждого из нас, потому что многие здесь находящиеся являются служителями церквей, центров реабилитации. Значит, у вас есть люди, которых вы опекаете. Аминь, так или нет? И важно, чтобы вы увидели тоже эти причины в ихней жизни, и им дали это наставление. И вот первая причина, по которой Божьи обетования могут не исполняться. И вот в чем, что я увидел, что Бог мне как-то так явно показал. Вот смотрите, что мы люди, многие христиане, многие христиане, мы почему-то так мыслим, и мы так считаем, что Бог вот придумал обетования свои, и они существуют вот для того только, чтобы исполнять наши желания. И многие люди, многие христиане, они уверены, что вот наши знания Божьих обетований уже гарантируют нам их исполнение в нашей жизни. Вот мы почему-то так, я так заметил по многим людям, да и по себе раньше, что мы можем так мыслить, мы можем быть уверенными в том, что вот обетования, они существуют для того, Бог для того их поместил в Писание, чтобы мы об этом прочитали, узнали, или только на основании того, что мы об этом узнали, мы уже можем быть абсолютно уверены, что они должны вот исполниться в нашей жизни. То есть многие уверены, что знание Божьих обетований уже гарантирует их исполнение. А вы знаете, а многие люди, а многие христиане идут еще дальше, и мыслят, знаете как, что знание Божьих обетований – это способ влиять на Бога. А иногда даже это право у Него чего-то требовать и настаивать. Вот вы тоже, может, такое замечали? Вот что-то типа того может быть в человеке, что «Боже, Ты же сказал, Ты же это сказал, я об этом прочитал, и значит, Боже, Ты попал, потому что я-то об этом что, узнал, это же Ты сказал, а значит, я об этом узнал, и Ты должен, потому что я узнал, это исполнить». Короче, если сказать короче, то многие сегодня думают, что достаточно лишь знать Божьи обетования, вот как-то очень сильно в них верить, настаивать, и вот Бог обязан их исполнить, вот так, как мы этого хотим, и тогда, когда мы этого хотим. Но знаете, но правда Царства Божьего, вот о которой Иисус говорил, что мы должны искать этой правды, Царства Божьего, и жить этой правдой. И вот вы знаете, что правда Царства Божьего, что обетования Божьи, они всегда были и есть, знаете, прежде всего для того, они всегда были и есть, если можно так сказать, способом, способом вести человека в Божьей воле, то есть Божьим путем, в Божьем замысле. Вот в чем их основная цель. То есть основная цель на самом деле по правде Божьей, а не по правде человеческой, Божьих обетований, в том, чтобы человека вести в Божьей воле, в Божьем призвании, в Божьем замысле. Конечно, это не так нравится людям. Конечно, это правда не так всем нам по душе, как та, что достаточно лишь знать, настаивать, верить. Но давайте посмотрим на это в Писании. Давайте через Писание просто вот дай Бог нам это увидеть, что обетования, прежде всего, их основная цель, она в том, чтобы не просто исполнить все желания наши, а цель обетования, прежде всего, она в том, чтобы нас вести в Божьей воле, чтобы нас направлять в замысле Божьем. Я думаю, что все вы скажете на это «да» и «аминь». Не, не на это. Может, на это пока еще не скажете, но я думаю, что все вы скажете «да» и «аминь» на то, что во Христе Иисусе или через Иисуса Христа мы стали наследниками обетований Авраама. Аминь. То есть Бог дал обетования Аврааму, через него он дал эти обетования сначала Израилю, но теперь все мы благодаря Христу, через Христа во Христе стали тоже детьми Божьими, а значит, наследниками Божьих обетований. Аминь. Хорошо. И вот давайте обратимся же тогда к праотцу нашему Аврааму, которому Бог и давал эти обетования. И вот первое обетование Бога Аврааму, оно написано в книге «Бытие», 12 глава, прямо с первого стиха. Я верю, что вы будете и дальше, это вот данный материал потом, когда вы приедете домой, когда вы отдохнете, вы еще как-то будете осмыслять, и дай Бог, чтобы Бог вам больше открывал. И вот первое обетование Бога Аврааму, оно звучит так. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я, Бог, укажу тебе». То есть это еще не само обетование, это как бы повеление, это призыв Бога, а большее обетование начинается уже со второго стиха, где Бог говорит, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе, написано, все племена земные». И смотрите, пожалуйста, внимательно. «Да, Бог сказал, да, Бог сказал, пообещал Аврааму, а значит и всем нам, что благословлю, размножу, распространю». Как нам, скажите, нравятся нам эти слова? «Распространю», «благословлю», «размножу». Как нам нравятся всегда эти обещания?» Ну, смотрите, ну, дальше там написано, ну, Бог говорит, «Но я это сделаю, Авраам, для того, чтобы ты был в благословении другим». Вот подумайте, как много людей даже не задумываются над тем, являются ли они благословением хоть для кого-то. Но они знают об обетованиях и хотят исполнения их в своей жизни, но даже порой не задумываются на том, а благословляет ли их жизнь хоть кого-то еще. А ведь смысл этого обетования, его суть, да, Авраам, я благословлю тебя и размножу тебя. Но моя цель, как Бога, чтобы через тебя благословились и другие народы, и другие люди. И поэтому это вопрос к нам, братья и сестры, а благословляется ли кто-то хоть еще через нашу жизнь? Аминь. То есть многие люди, когда я смотрю на жизнь, я не хочу никого обидеть, но я смотрю на жизнь, смотрю на окружающих людей, ну, верующих. И я вижу, что люди хотят исполнения Божьих обитаний, но они даже не задумываются над тем, облагословляют ли они хоть кого-то в своей жизни. Но зато они знают обитование, зато они настаивают на них и ждут их исполнения. Да, Бог дал свое обещание Аврааму и нам, но посмотрите, его основная цель, идем дальше, исследуя это место. Но основная цель, но основная цель этого обетования, дай Бог нам всем это увидеть, она была в том, чтобы вести этого человека Авраама в Божьей воле или в Божьем замысле. Ведь так или нет? То есть у Бога был замысел населить народом Израиля вот эту землю, так или нет? И для этого у него был далеко идущий замысел. И цель этого обетования была как раз таки вывести Авраама из одного места и привести его туда, где Бог хотел, чтобы он был и чтобы он делал то, что Бог хочет, чтобы он делал. То есть Бог, давая это обетование Аврааму, Аврааму хотел, чтобы этот человек Авраам через это обетование начал двигаться в Божьей воле. Если вы будете внимательно читать дальше Писание, то вы увидите, что все остальные обетования, которые после этого первого обетования Бог давал Аврааму, вот те остальные обетования, они укрепляли Авраама, они вдохновляли Авраама, они мотивировали Авраама оставаться в Божьей воле, оставаться там, где Бог сказал ему быть и делать то, что Бог сказал ему делать. Вот лишь некоторые из них. 15 глава Бытия, первый стих там сказано, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Не бойся, Авраам, ты там, где нужно находишься, ты делаешь то, что я тебя послал делать, поэтому я твой щит, не бойся, я помогу тебе». Аминь. Следующая там 17 глава, первый и второй стих написано, «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий». То есть я все могу сделать в твоей жизни, я Бог всемогущий, но ходи предо мною». То есть не ходи куда-то в сторону, «Будь там, куда тебя привело мое обетование, будь там, где на что есть моя воля, делай то, что ты должен делать». А когда Бог сказал Аврааму прийти в эту землю, то какое было повеление его? Просто ходить по этой земле и не покидать ее пределы и ожидать исполнения обетования Божьего, что Бог даст ему сына, да? Так или нет? Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы, когда будете сами исследовать это место, когда будете размышлять над этим, чтобы действительно каждому из нас, я так молился, чтобы каждому из нас действительно открылось то, что суть обетования Божьего или цель, основная Божьего обетования, она в том, чтобы вести и нас, как наследника в обетовании Авраама в воле Божьей. Давайте как бы для большего такого, для большей такой уверенности еще исследуем одну библейскую историю одного библейского персонажа или библейского героя, еще один, как бы так сказать, пример человека из Библии, который также имел от Бога очень сильное обетование. Почему я выбрал этот пример, именно этот пример? Потому что те обетования, которые имел этот человек, они тоже нам очень нравятся. И эти обетования мы, многие сегодня, хотим применять и даже применяем к себе, этот персонаж-то Иисус Навин. Ну скажите, не правда ли он имел сильное обетование? И эти обетования нам очень нравятся. Ну, например, «Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей». То есть люди берут это обетование себе и говорят, что куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, Бог, ты должен все сокрушать на моем пути, потому что так же написано в твоем слове. Ты же сказал, что никто не устоит предо мной во все дни жизни моей. Ни одна проблема, ни одна болезнь, ни одна какая-то преграда. Второе обетование, тоже очень сильное, которое имел от Бога Иисус Навин. Бог сказал, «Я буду с тобой», как дальше? «Везде, куда не пойдешь». Но я не знаю, как по вашему опыту, по моему опыту реабилитации многие люди так говорили о себе. «Вот я имею обетование, Бог сказал, что Он будет со мной везде, куда бы я ни пошел». То есть какая разница, где я буду находиться? Ведь Бог один и тот же и в Хмельницком, и в Киеве, и в Виннице. Поэтому какая разница, где я буду? У вас было такое? Ну, в вашем опыте? И потом, какое ваше свидетельство, что с этими людьми обычно происходит? Обычно, и даже не обычно, а почти что в 100% эти люди падают, если они пошли сами туда, куда Бог их не посылал, даже основываясь на этом обетовании Божьем. Но я думаю, я думаю, что я это видел, и вы это видели, что многие сегодня, применяя вот эти обетования к себе, они идут туда, куда сами хотят, и делают то, что они сами хотят. Но если опять-таки очень внимательно рассмотреть эту историю со стороны правды Божьей, а не со стороны правды человеческой, то станет тоже, я уверен, в этом очевидно для нас, что опять-таки цель этих обетований, которые в данном случае Бог давал уже Иисусу Навину, они также были в том, чтобы этого человека ввести в исполнении Божьей воли или Божьего замысла. Ведь это так или нет? Ведь Бог, давая эти обетования, Ему сначала давал повеление, что ты, Иисус Навин, стань, перейди через Иордан, ты и весь народ, и иди в землю, которую я приготовил сынам Израилю. И вот представьте себе, что бы было, что бы было, и это, кстати, звучит вполне логически. Вот если бы Иисус Навин подобно многим, наверное, людям сегодня сказал бы так, ну вот Божий, я имею обетование, я услышал о нем, я прочитал о нем, что ты будешь со мною везде, куда я не пойду, ты сокрушишь всех, то есть никто не устоит предо мною во все дни жизни моей, как ты был с Моисеем, так ты будешь и со мной. Поэтому развернемся, как мы, от этого Иордана и пойдем и завоюем Египет. Потому что, потому что, и смотрите, как логически, потому что, во-первых, ну они же нас держали в рабстве, угнетали столько лет. Это первый довод, может быть. Второй, какой довод? Второй довод, может быть, ну ихняя армия вся утонула, поэтому благоприятное время это знамение от Бога. Может такое быть сегодня? Я думаю, что так часто сегодня люди делают, даже не задумываясь об этом. А потом, когда терпят поражение в своей жизни, удивляются, почему же Божье обетование не действует в их жизни. Да потому что, цель этого обетования была в том, прежде всего, чтобы вести этого человека и весь народ в Божьей воле, в Божьем замысле, чтобы идти туда, куда Бог их посылает и делать то, что Он говорит им делать. Но скажите вот так вот, братья и сестры, честно, какое Евангелие, по-вашему, людям больше нравится? Или какая правда больше по душе многим христианам сегодня? Вот это, или та, которая, что достаточно лишь знать об обетованиях, настаивать на них, и они исполнятся? Ну скажите, что людям больше нравится? Что вам лично больше бы по душе было? Ну то, что ты открыл Библию, прочитал, можешь на этом настаивать, и это исполнится. А вот эта правда, а вот эта правда, ну, которая действительно правда Царства Божьего, она не очень нам нравится, мягко говоря. Нам больше нравится, что достаточно знать, как-то так, очень сильно верить, настаивать, утверждать, и все должно, ну, и Бог обязан все это исполнить. Да, конечно же, конечно же, братья и сестры, безусловно, безусловно, вера, вера, она является основным, то есть ключевым условием для исполнения обетования. Вера – это основное, это ключевое условие для исполнения обетования. Но вопрос в другом, то есть это не вопрос, но вопрос в другом, а что, но какая вера? Или что такое вера? Вот что ты понимаешь под тем, что такое вера? Вот на прошлой конференции, когда возьмете диск, вы можете об этом посмотреть, когда был пастырь Рустам Фатулаев, здесь он вел там вторую часть, он говорил там, тоже мы момент такой затрагивали о вере, и он сказал, что вера, вера – это, извините, что вера, чем является вера? Что вера – это верность. То есть вера – это верность, когда человек верен Богу, верен Божьей воле. Так написано в Писании, что от домостроителей и от людей верующих требуется, чтобы каждый оказался верным. Поэтому эта вера – это не просто знание чего-то, вера – это еще верность чему-то или кому-то. Аминь, братья и сестры. Именно смотрите, как написано, обратите внимание, как написано в Слове, чтобы каждый оказался верным. То есть требуется от верующего человека, от нас с вами, чтобы каждый оказался верным. Именно не побыл верным какое-то время. Не был верным, не побыл верным, а как написано? А именно оказался верным, оказался верным. Потому что я думаю, почему так написано. Согласитесь, что можно быть верным, можно побыть какое-то время верным, а потом перестать быть верным. Может такое быть? Я думаю, может. И Библия говорит, что когда мы ищем пример веры, какая должна быть у нас вера, то на кого мы должны взирать? Написано, что мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который претерпел все до конца, который не просто был верным, побыл верным, а который как раз-таки оказался верным. Вот где мы должны искать пример для подражания, пример для нашей веры. Аминь, братья. Поэтому вера, да, она является ключевым и важнейшим фактором в исполнении Божьих обетований. Но вера не просто как знание в голове, а вера как верность. И еще вера, и еще, и еще я очень хотел бы поделиться вот чем с вами. Что же еще в вере должно быть? Я бы сказал так, что вера, вера, она еще обязательно должна в себя включать доверие, доверие к Богу. Так написано, что верою Авраам повиновался призванию Божьему. То есть он, доверившись Богу, пошел. Так же написано, да? То есть он доверился Богу. Вы знаете, братья и сестры, это тоже как бы и мой опыт жизненный. И у меня так было. И потом я видел это на многих людях. И поэтому я так утверждаю, так делюсь с вами. Что знаете что? Что иногда, и даже очень часто, знаете, в вере людей, может это мы с вами, он может отсутствовать вот этот важный элемент, или ингредиент, я не знаю, или неотъемлемая такая составляющая веры, как доверие. То есть я утверждаю сейчас, что может быть у человека вера, но без доверия. Подумайте сами. Мы можем верить, что Бог, что Бог, Он какой? Великий, всемогущий, всезнающий, премудрый и так далее. Мы можем в это верить. Но когда вот Он, вот такой вот Бог, какой? Великий, всемогущий, всезнающий. Вот когда этот Бог нам говорит что-то сделать, или наоборот, Он может нам говорить чего-то не делать, или когда Он нас куда-то зовет, или куда-то посылает, или призывает на что-то решиться, или от чего-то отказаться, мы веря, что Он такой, можем не довериться Ему. Ведь согласитесь, может такое быть. И не просто может, а так часто бывает. То есть мы верим в Него, но не доверяемся Ему. Поэтому я утверждаю, что в вере, в вере, через которую мы наследуем обетование, обязательно должно присутствовать что? Доверие. Если оно отсутствует в нашей вере, то это и препятствие есть к исполнению обетования. Ведь Бог как сказал, Авраам, доверься Мне, доверься Мне. Может действительно в самом Писании, в самом тексте Писания может и нет этого слова доверься, но подумайте сами, ведь Бог именно к этому призывал Авраама. Авраам, доверься Мне. доверься Мне, пойди туда, куда я Тебя зову. Я думаю, что именно без этой веры, которая с доверием Богу угодить, невозможно. Но знаете, кому возможно угодить? Верой без доверия. Самому себе. Вот подумайте, верой без доверия очень легко можно угодить самому себе. И порой мы это и делаем. Мы своей верой угождаем сами себе. Мы себя пытаемся убедить, что так будет, так обязательно должно быть, как Бог сказал. Поэтому поймите эту вещь, что верой без доверия мы Богу угодить не можем, но очень легко мы можем угодить себе. И Бог сказал Авраам, я Бог всемогущий, да, я Бог всемогущий. Ты можешь верить в это, но мне важно, чтобы ты доверился вне. Поэтому выйди из земли Твоей, от родства Твоего, пойди туда, куда я Тебя зову. Да, ты ничего не знаешь об этой земле. Да, ты не знаешь, что будет и как будет там. Но доверься мне, Бог говорит, странствуй по ней, ходи по ней, не покидай ее пределов. И написано, и пошел Авраам, как? Не зная, куда идет. То есть до конца он не знал, но он доверился Богу. Да, он ошибался в своей жизни, как и мы можем ошибаться. Там написано, что, когда в этой же главе, когда вы будете ее читать, в этой же главе, в 12 главе написано, что Авраам выслушал, Авраам доверился, Авраам пошел, но написано, и был голод на земле, той, какой той. Да, да, именно той, куда Бог его повел, там был голод. И написано, и сошел Авраам в Египет. Вот это слово, где-то я читал, что это слово, если язык оригинала его пытаться как-то перевести, то оно еще может перевестись, как упал, как упал Авраам в Египет. Потому что потом Бог все-таки, потому что Божья воля была в том, что он все-таки оставался на этой земле. И когда вы перейдете читать 13 главу, она начинается с того, что с такого слова, поднялся Авраам из Египта и опять вернулся в то место, где он поставил жертвенник Господу. Я думаю, что Богу не очень угодно было, когда Авраам пошел в Египет. Если вы будете читать уже историю сына Авраама, Исаака, он тоже попал в такую ситуацию. Тоже был голод, написано прежде, более того голода, который был во времена Авраама. И тоже этот сын Авраама хотел пойти куда, если вы помните, в Египет. Но Бог сказал ему, не ходи туда, сей в этой земле, сей в этой земле, и я благословлю тебя. И написано, он доверился, сеял, и пожал, там написано, ячменя во сто крат боли. А вот Лот, который ходил с Авраамом, да, Лот, это очень интересный персонаж, очень интересный прообраз для нас. Подумайте, Лот, Лот, ведь он тоже, как прообраз верующего человека, ведь даже в Писании сказано, что он был какой? Праведный Лот, да? Лот тоже верил в Бога Авраама, как и мы сегодня. И он тоже имел благословение, как и мы имеем какое-то благословение. Но послушайте, но он не доверял Богу, как Авраам доверял. Он больше, смотрите, чему доверял, он больше доверял тому, что видели его глаза, и тому, что он сам хотел. Написано, он увидел, и пошел, смотрите, и пошел с верой достигать, достигать ожидаемого. Вот многие христиане прочитали, что вера есть осуществление ожидаемого. Да, это так, потому что так написано в Писании. Но вот Авраам, вернее, Лот, он так и сделал. Он увидел что-то, он что-то сам пожелал в своем сердце, и пошел осуществлять ожидаемое. Куда? Ну, в Содом. И вы знаете, я думаю, что даже вначале он что-то получил, чего-то достиг, и даже радовался, может, даже провозглашал и свидетельствовал в той Содомской церкви, как Бог его благословил. И говорил, что вот я такой умный, а Авраам, дядя мой, какой-то лох, остался же где? В пустыне остался. А я вот такой умный и грамотный, как многие люди сегодня тоже так говорят. Но потом мы знаем, какой был конец. И вот Лот — это типичный пример человека или прообраза для нас, он верующего в Бога, но не доверяющего Богу и поступающего по-своему. Вот своей верой он поступал по-своему. Вот подумайте, к чему это приводит. Подумайте, вот читая историю Лота, исследуя историю Лота, я думаю, что очень важно ее исследовать для нас. Подумайте, вот даже после того, после Содома, после всех вот этих передряг, в которые он попал, вы помните, что случилось довольно быстро после того, как он пришел в Содом. Помните, пришли там какие-то цари, двенадцать там царей, какой-то там этот Кандер-Лаумер пришел, завоевал. Кого он взял в плен? Лота и его семью. А кто его освободил? Авраам его освободил. И причем подумайте, с Авраамом написано было триста восемьдесят человек. Но я думаю, что у двенадцати царей была армия, наверное, намного-намного больше, чем триста восемьдесят человек. Поэтому, поэтому это величайшее свидетельство того, с кем Бог на самом деле. Но подумайте, Лот этого не понял. Вот подумайте, читая эту историю, она поразительна тем, что Лот этого не понял. Ведь куда он вернулся после того, как Авраам его освободил? Он опять-таки вернулся в Содом. И вы знаете, и когда потом пришло бедствие, когда уже этот Содом и Гамора были обречены на убиение, на истребление, и когда даже сам Бог через ангелов явился, явился Лоту, чтобы его все-таки спасти, чтобы его все-таки вывести. Вот давайте, я хочу прочитать вам его слова. Не похожи ли они сегодня на слова многих людей, верующих? Это событие описано в 19 главе Бытия, 16, с 15 стиха я буду читать. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи тебе по милости к нему Господни, взяли за руку его, жену его, двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот интересные слова Лота. Но Лот сказал им, «Нет, владыка». То есть в Бога он верил, он назвал его владыкой, он говорит, «Нет, но он говорит, нет, владыка». То есть кому он сказал «нет» в этот момент? Он своей верой сказал «нет Богу». Говорит, «нет, нет, владыка». И тут же предложил ему свой, и тут же предложил Богу свой вариант спасения. «Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя ко мне, которую ты оказал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и не умереть мне». Я тоже много раз слышал от людей, которые какой-то период в Боге прошли, которые какой-то период реабилитации прошли. Они говорят, «Дальше я что? Не могу. У меня те обстоятельства, те обстоятельства, эти обстоятельства. И у меня есть свой план. Вот ближе или легче бежать мне в сей город. Он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Ведь он это тоже провозгласил с верой. «Побегу я туда, Бог будет там со мной, велика его милость ко мне, Бог везде один и тот же. Побегу я туда, и там Божье обетование для меня исполнится». И знаете, что Бог ему на это ответил? Ну, я думаю, что сегодня невоскресное служение, и вы простите меня, и Бог, наверное, ответил ему примерно так. «Ты меня уже так достал, что ты иди уже куда хочешь. Вот если тебе угодно, ну иди, иди уже туда». Мы часто так тоже думаем, я так думал когда-то, ну это я пошел туда. Если Бог меня не остановил, значит, я правильно пошел. Но эта история тоже говорит, что Бог не останавливал Лота не тогда, когда он в Содом пошел первый раз, не тогда, когда сейчас он отверг Божий план спасения и сказал Богу «нет», и предложил ему верой, своей верой Богу, свой вариант. Бог что сказал? Ну, если тебе так хочется, ну иди. И мы знаем, чем закончилась история Лота и жизнь Лота. Это трагедия, это несчастный человек, хотя Писание говорит, что он был праведный Лот и верил в Бога. Поэтому, братья, дорогие, не получилось коротко и сестры. Первая причина неисполнения Божьих обетований, она в том, что мы о них имеем неправильное представление, неправильное понимание у нас к Божьим обетованиям. И у нас нет доверия к Богу. То есть наша вера не имеет доверия к Богу. Поэтому это первая причина неисполнения Божьего обетования, может быть, в твоей жизни. Аминь. Я не думал, что это так долго займет, но переходим ко второй. Вторая причина, вторая причина, по которой, который как бы Бог мне показал, открыл. Я исследовал свою жизнь, я исследовал жизнь людей. И я пришел к такому, к такому выводу, такое откровение. Не просто это мой вывод, я верю, что это больше Божьи откровения. И вот причина номер два. Что хочется сказать? Вот я уверен, уверен, что вера Божья или вера угодная Богу, она содержит еще один очень важный элемент или еще одну очень важную составляющую. Если этого нет в вере, то она какая-то не такая. И этот элемент, это терпение. Вы согласны с этим? Евреям 10.36 так написано, сказано, терпение нужно нам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Вот вдумайтесь в суть сказанного или в суть написанного в Писании, что даже когда, даже братья и сестры, когда мы исполнили волю Божью, даже когда мы вошли в Божью волю, нам все равно нужно что? Ну, терпение. Если вернуться опять к примеру Авраама, подумайте, как бы Бог ему говорит, Авраам, ты уже в моей земле, ты уже там, где нужно быть, но терпи, я дам тебе сына, но когда? В мое время, в мое Божье время. И вот, и так причина неисполнения Божьих обетований в твоей жизни номер два, еще не пришло Божье время. Вот, вот твое время, может быть, пришло, а Божье, и скорее всего, знаете, когда мы так утверждаем, мы сто процентов уверены, что мое время, вот, ну, по-нашему, обетование уже должно исполниться когда? Вот сейчас. И Авраам даже помогал Богу вместе со своей женой исполнить обетование в их время. Но Божье время еще не пришло, а Божье время пришло тогда, когда, казалось бы, это уже вообще нереально и невозможно. Ведь так, дорогие братья и сестры, в книге Экклесиаста тоже такие слова написаны, всему свое время, то есть Божье время. Поэтому причина, по которой обетование, может быть, еще многие не исполнились в твоей жизни или в жизни людей твоих подопечных, она в том, что еще просто не пришло Божье время. Может, ихнее, наше время пришло, по нашему мнению, время уже пришло, но Божье время еще не пришло. И поэтому нам необходимо терпение. Что нам необходимо? Нам необходимо терпение. Но порой, знаете, терпение, да, порой действительно терпение, что такое терпение, я не буду сейчас проповедовать о терпении, но порой терпение, оно означает как просто ожидание. А чаще терпение это не просто пассивное ожидание, а ожидание в вере, которое я и сделал, но по Божьей воле. Аминь. То есть, как это в простоте, если изложить? Вот как это? Просто продолжай действовать в вере, даже если ты в Божьей воле, даже если ты ждешь исполнения Божьего обетования, оно не исполнилось, то тебе нужно просто быть уверенным, что ты там, где Бог хочет, чтобы ты был. И если ты делаешь то, что Бог хочет, чтобы ты делал, а что-то не исполняется, то просто что? Прилагай терпение, терпи, жди, просто действуй дальше в вере и послушании Богу, просто продолжай идти в вере, в доверии, в послушании к Богу, и верь, что наступит Божье время. Аминь. Потому что Писание говорит, есть будущность по-любому, и надежда твоя не потеряна. Еще одно место хочется к этому моменту прочитать. Евреям, 6 глава, 13-15 стих. Написано, «Бог давая обетование Аврааму, а значит и нам, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря истинно, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Но дальше сказано, «И так Авраам, долго терпев, получил обещанное». Аминь. Это причина номер два. Почему обетования какие-то еще не исполняются, не исполнились? Возможно, потому что не наступило еще Божье время. И тебе нужно что? Терпение. Терпение нужно нам, братья и сестры, чтобы даже исполняя волю Божью, получить обещанное, нам нужно какое-то время, возможно, еще. пребывать в терпении, в доверии, в послушании и продолжать в этом оставаться. Аминь. Переходим к третьей причине. Третья причина, по которой, возможно, какие-то обетования не исполняются. И вот, что я заметил, что мне так открылось, что большинство обетований в Писании, не знаю, кто-то там подсчитывал, одни проповедники говорят, что там их шесть тысяч, семь тысяч, я не знаю, сколько точно. Но много, да? Так вот, большинство обетований, если быть внимательными, но я так думаю, что многие люди просто этого не замечают. Так вот, большинство обетований, они содержат в себе условия их исполнения. не все, конечно, не все обетования. Есть безусловные, есть безусловные обетования. Но, тем не менее, большинство обетований, которые так мы желаем, чтобы они были наши, чтобы они исполнились в нашей жизни, они содержат в себе условия. Конечно же, правда, слушайте, вот что еще хочется в этом моменте сказать, что правда Царства Божьего, действительно, Божья правда, вы знаете, она в чем, которую порой мы тоже не видим, многие люди не видят, что самые важные, основные обетования Божьи, они уже исполнены Богом. Подумайте над этим. Ведь Бог обещал послать Мессию во спасение этого мира. И Он это сделал. Бог обещал спасти и искупить нас. И Он это сделал. Бог обещал простить, и что? И простил. Бог обещал дать нам Духа Святого, послать Духа Святого. И Он сделал это. Так написано, что мы с вами, уверовав в Бога, запечатлены каким Духом? Обетованным нам Святым Духом. Подумайте, братья, ну не повод ли это для надежды, для веры, для доверия? Но также знаете, для чего это повод? Это повод для благодарности и еще довольства. Ты уже, послушайте, на самом деле мы уже можем довольствоваться в полной мере теми обетованиями, которые уже Бог, что, исполнил. Но порой мы об этом просто забываем. Мы хотим большего, и мы перестаем ценить то, что уже Бог исполнил. Аминь. Поэтому, когда нам трудно, очень важно возвращаться, смотреть не на то, чего у нас нет, а на то, что у нас есть. Дай Бог нам такую способность не отрывать нашего взгляда от того, что у нас уже есть. Но вернемся все-таки к условиям. Кто-то тоже, многие исследователи Писания, а я с ними совершенно согласен, говорят, что наиболее используемое или употребляемое в Библии слово это слово «если». Да? Слышали об этом? А слово «если» оно и обозначает условия. Поэтому большинство обетований, большинство обетований не исполняются в твоей жизни, потому что ты просто условия, наверное, невнимательно читал или вообще не читал, или вообще его выбросил из контекста своей веры. Например, написано, «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего и ходить всеми путями Его, то придут все благословения сии и исполнятся на тебе». Но опять-таки повторяется, «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Это написано во Второзаконии, 28 глава, которая перечисляет все так желаемые нам благословения, но она начинается именно со слова «если». И вы знаете, братья и сестры, даже если в контексте Писания, даже если в том месте Писания, на котором ты строишь свое упование, нет слова «если», вот именно не написано слово «если», то будь внимателен, условия там все равно есть. Вы слышите? То есть есть места, где может слово «если» не употреблено, но если вы будете внимательно читать это обетование, условия там есть все равно. Ну, например, вот Второзаконие, 10 глава, 12-13 стих, там написано, что «слушай, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой, того только, чтобы ты там боялся Его, любил Его, ходил путями Его, служил Ему, причем от всего сердца, от всей души твоей». И в конце написано обетование, «тебе, дабы тебе было, что? Хорошо». То есть Бог как бы говорит, я обещаю тебе, я Бог верный, нет никакой неправды во мне, я верен, я не человек, чтобы мне лгать, я не сын человеческий, чтобы мне изменяться, я говорю тебе, что тебе, я обещаю тебе, что тебе будет хорошо. Но тебе будет хорошо, когда? Или в результате чего? Если ты будешь исполнять вот это все, вот это все. Еще что-то так на сердце мне легло это место, наверное, потому что тоже многие христиане, мы с вами, мы с вами, я уверен, что мы с вами, вот это место, нам оно очень нравится, нам очень нравится это обетование, написанное в этом месте. Мы очень часто это к себе применяем, мы очень часто на этом стоим и на этом строим нашу веру. Это место в Висайи написано, 41 глава, 10 стих. Нравится нам это обещание? Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Как там дальше написано? Я помогу тебе, я держу тебя за правую руку твою. Там вот стыдей и посрамлений останутся все, раздраженные против тебя будут ничто, совершенно ничто. И там далее, далее. Нравится нам это место? Часто мы его к себе применяем. Но вы знаете, что если на строчку выше подняться, там написано «Ты раб мой, я избрал тебя». И вот если ты действительно раб Божий и ты в призвании Божьем, то тогда это место, если ты это условие исполняешь, то тогда это обещание для тебя. А если нет, то извини. Аминь. Поэтому причина неисполнения Божьего обетования в чем может быть? Что человек либо не знает, либо упускает, либо не исполняет намеренно или ненамеренно условия этого обетования. Или человек, знаете, еще когда обетование может переставать действовать в нашей жизни, может, когда-то оно действовало, а потом перестало действовать по причине, что ты перестал исполнять условия исполнения этого обетования. Что еще тут важно, как бы так, я думаю, отметить это важно? Вот исследуя весь контекст Писания, вы знаете, что я заметил? Что даже исполнение условия обетования, оно еще не обязательно гарантирует или предполагает как бы немедленное исполнение этого обетования, то есть тотчас. Но не обязательно. Даже если ты исполнил какое-то условие обетования или живешь, исполняя это условие, это еще тоже не означает, что каждое обетование должно тотчас же исполниться. Да, безусловно, мы видим в Писании там примеры, конечно же, они есть, особенно касательно исцелений, когда это происходило тотчас же, да? Но есть также история, например, о двух слепых, которые следовали за Иисусом. Вот подумайте, вы когда-нибудь размышляли над этим? Двое слепых идут за Иисусом, написано, он шел из одного там какого-то населенного пункта в другой. То есть они начали за ним следовать с одного пункта, начали к нему взывать, настаивать на то, что он есть Бог-целитель и что он должен их исцелить, но он долго и упорно шел до другого места. Вот если вы найдете это место, прочитайте, оно, по-моему, в Евангелии от Луки написано. Написано, что двое слепых следовали за Иисусом, и написано, что в конце он их исцелил, но где? Но там, 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 в том месте, не в том месте, где они начали взывать, а туда, куда они вместе с ним или следуя за ним пришли. И подумайте, братья и сестры, о ком идет речь о слепых? Один и второй. Вот как эти слепые могли следовать за Иисусом? Вот как? Вот в чем была их вера? Их вера, она как раз таки проявилась не только в том, что они настаивали на том, кто он есть, а их вера проявилась в том, что они за ним следовали в вере, в надежде. Слушайте, наверное, они за ним следовали, падая, вставая и опять падая. Ну, подумайте, слепые. Наверное, они сбивались с пути или не так? Ну, как могут слепые идти? Ничего не видя, они не видели вообще, где есть ли он перед ними. Наверное, они скрипели зубами, а возможно, даже матерились. Ну, как бы, ненормативная лексика это называется. Ну, я думаю, и нам этот пример может не очень нравится, мы больше хотим, чтобы вот тотчас же раз и все. Но этого из Библии нельзя выбросить. Ну, написано, что Бог их исцелил не там, где они вот начали взывать, а там, куда они потом, что с ним пришли, проделав весь этот путь. И можно было самого Иисуса, наверное, бы и как эти люди называются, гуманисты, бы обвинили самого Иисуса в каком-то издевательстве. Почему ты там их не исцелил? Ну, потому что он хотел посмотреть на их веру, как и на нашу сегодня. Аминь, братья и сестры. Хочу вам прочитать еще одно место из послания евреям, 6 глава. Очень важное слово там есть. 6 глава, 11-12 стих. Написано, «Желаем же, чтобы каждый из вас, то есть каждый из нас, для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой, верой и долготерпением наследуют обетование». Подумайте, драгоценные братья и сестры, что говорит Писание. Подражайте, смотрите, написано, подражайте тем, кто верой и долготерпением, верой какой, которая включает в себя верность, которая включает в себя доверие, и терпением наследует Божье обетование. Вы знаете, что этими словами Бог еще говорит? Вы знаете, что это еще означает? А это еще означает, что Бог этими же словами говорит, не подражайте тем, кто просто настаивает, кто просто требует, кто просто прочитав в Писании о Божьих обетованиях настаивает, как я сказал, требует или что-то еще делает. Бог говорит, не подражайте им, но подражайте тем, кто верой и долготерпением наследует Божьи обетования. Подумайте над этим. Ведь очень часто многие люди сегодня как раз-таки подражают тем, которые не верой и не терпением, а настаиванием, еще чем-то, еще чем-то пытаются наследовать Божьи обетования. Но само Писание говорит, подражайте тем, которые именно верой и терпением наследуют Божьи обетования. Аминь. Еще если коснуться вот этой причины, вот этой причины, третий, да, что обетования не исполняются, многие, может быть, в нашей жизни или в жизни других людей, потому что они содержат условия, знаете, что еще очень важно? Это очень важно и для нас, и для подопечных наших. Потому что многие обетования, они примерно звучат так. Вот я на примере обетования из книги Иова. Иова, 36 глава, 11-12 стих. Там, например, написано так, что если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии или та свои в радости. Но следующие слова звучат так. Если же не послушают и не будут там написано служить Ему, то написано умрут, погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Вы понимаете, что часто может быть так, что мы своей жизнью попадаем, исполняем второе условие, вот негативное условие. Ведь подумайте, вот обещание, обетование, обещание, оно состоит в том, что если ты живешь человек так, то в твоей жизни будет это, это и это. А если ты живешь вот так, то это же тоже обещание, что в твоей жизни будет это, это и вот это. Аминь, вы понимаете? То есть Бог говорит, что возможно, очень важно тебе исследовать свою жизнь, возможно, ты в своей жизни не имеешь исполнения обетования Божьего, а имеешь наоборот что-то, потому что, вернее, как это сказать, правда в том, что в твоей жизни тоже исполняется, но вторая часть, негативная часть обетования. Вы понимаете этот момент? Ты не служишь Богу, и поэтому ты не проводишь свои дни в благополучии, летаешь свои в радости, все по-честному, ты исполняешь своей жизнью второе условие негативного обетования, негативной части обетования. Например, Иисус в Новом Завете говорит, у кого есть, у кого есть, да, тому еще дано будет, и что? И приумножится. А у кого нет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Вот что это означает? Вот если ты, человек, сегодня живешь так, может, у тебя мало, у тебя мало времени, может быть, у тебя мало денег, у тебя, может, мало талантов, в отличие от других, у которых их много, но ты живешь с таким, с такой позицией, и ты это подтверждаешь в своей жизни, что как бы мало у меня не было, но у меня есть, чтобы уделить Богу, чтобы служить Богу, чтобы принести десятину, чтобы пожертвовать. У меня, может, есть один талант, но у меня он есть, и я его несу, что? Богу. Ты живешь так, как будто у тебя есть. То обетование говорит, что тебе что? Дано будет и приумножится. Но если ты живешь так, как будто у тебя что? Нет, вот ты говоришь, часто люди говорят, ну у меня нет времени, у меня нет возможности там служить Богу, жертвовать Богу, ну тогда у тебя и отнимется то, что ты что? Имеешь, это все по-честному, обетование исполняется. Или не так, братья и сестры? Вот многие люди, я не знаю, я часто слышу от людей, говорят, да, у меня уже нет никакого ни желания, ни возможности. Ну правильно, потому что обетование в твоей жизни исполнилось, все по-честному, ты жил, как будто у тебя нет, и обетование в твоей жизни что? Исполнилось. Но тебе нужно изменить себя, изменить свою жизнь, чтобы та первая часть обетования в твоей жизни действовала, не правда ли? Аминь? Хорошо. Поэтому третья причина, это обетование содержит условия, либо ты их не знаешь, либо ты их не исполняешь, либо ты своей жизнью вторую негативную часть условия исполняешь, и негативная часть обетования исполняется в твоей жизни. Четвертая причина. Знаете, так написано в Писании, так написано в Писании, я буду сокращать, потому что и так много времени заняло, так написано в Писании, что все обетования Божьи в Нем, в Нем, заметьте, в Нем да и в Нем аминь. То есть причина неисполнения Божьего обетования, четвертая, может быть в том, что человек или ты, или мы с вами не пребываем в Нем. Именно написано в Нем. Если вы будете читать внимательно Писание, особенно Новый Завет, то практически нигде вы не увидите того, что вы должны быть с Богом. А везде написано, что мы должны быть в Нем, в Нем, в Нем. Есть огромная разница, слушайте, по жизни есть огромная разница между тем, чтобы быть в Нем и быть с Ним. Потому что в Нем означает «внутри чего-то» или «в среде чего-то», и причем постоянно. А «сы» означает «где-то рядом», «где-то рядом». И неважно, далеко или близко. Скажите мне, вот если от дерева отрезать ветку, то какая разница, близко она к дереву будет лежать или далеко она будет от дерева лежать. Есть разница или нет? Скажите. Потому что кто-то сказал «есть». Слушайте, ну для многих людей действительно, они думают, что есть разница. Близко они к церкви. Иногда они, ну я же иногда прихожу, ну я же иногда участвую, иногда что-то делаю. Но это то же самое, что ты как ветка говоришь, ну я близко к дереву лежу. Ну вот та ветка дальше лежит. Вы знаете, что они засохнут одинаково с одинаковой скоростью. Написано, что всякая ветвь, что отсеченная от источника, она что, засохнет, так или нет? Почитайте внимательно Писание. Что везде написано, везде написано, что мы должны пребывать в Нем. Именно так сказано «в Нем», не с Ним, а в Нем все обетования «да» и «аминь». Место вот интересное написано там в послании к Колоссянам. Павел говорит, что послушайте, такие слова, очень важные слова. «Ибо так благоугодно было Богу Отцу». Вот когда я слышу эти слова, я так, я знаете, что слышу? Что Бог говорит, это неизменно. Ты нигде в другом месте этого найти не сможешь. Потому что так благоугодно было Богу Отцу, чтобы в Нем, то есть в ком? Во Христе обитала вся полнота. И в следующей главе написано «И вы имеете эту полноту в Нем». В Нем. Поэтому вне Его ты не можешь найти вот всей полноты исполнения Божьих обетований. Может, да, какие-то исполнятся, но всей полноты нет, потому что она только в Нем. Только в Нем. Раньше, когда я на эту тему проповедовал, я такой, Бог положил мне пример с двумя чашками и карандашами. То есть в одной композиции этот карандаш в чашке, в другой рядом. И вот многие люди, к сожалению, они соответствуют своей жизни вот этой второй композиции, где карандаш не «вы», а рядом. И знаете, когда человек находится рядом, он постепенно все дальше, 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 дальше. Но ведь написано, смотрите, как братья и сестры, это очень важно для служения и реабилитации, ведь написано, что кто во Христе, тот новая тварь. Для него древнее проходит, а приходит новое. Но смотрите, ну когда человек вот выходит, как карандаш из этой чашки, он уже не во Христе. И знаете, что происходит? Старое возвращается, новое не приходит, а старое возвращается. Потому что обетование написано так, кто во Христе, тот новая тварь. И для него древнее проходит, а новое приходит. Аминь. И жизнь свидетельствует о том, что, к сожалению, те, кто выходят из этого состояния пребывания во Христе, так написано, что со многими случается по верной пословице. Пес, к сожалению, возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья опять идет валяться в грязи. Очень коротко хочу сказать, что это значит, как же это практически пребывать в нем, как же это практически. Я думаю, что первонаперво очень важно иметь правильное понимание о церкви. Мы пребываем в нем, когда мы пребываем в его теле. Аминь. Потому что так написано, у нас есть глава, а тело, а церковь есть что? Тело. Я думаю, что одна из таких основных побед дьявола и мира над христианами, потому что дьявол и мир, они исказили в сердцах верующих людей, христиан, это истинное понимание, что такое церковь. Для многих церковь, многие люди могут жить с таким пониманием, что церковь — это место какое-то. А вы понимаете, что как человек о чем-то мыслит, какое представление он имеет, и так он в отношении этого и живет. Так это или нет? То есть для многих людей, в сознании многих людей, вот понятие церкви, оно такое, что церковь — это место, где это здание. Для многих других, может, они дальше идут в своем понимании, у них более лучшее понимание, но оно все равно не полное. То есть они думают, что церковь — это место, в котором они могут и в котором они поклоняются Богу. Некоторые думают, что церковь — это пастыри, служители, ну, разные могут быть варианты. Но послушайте, но согласно замыслу Божьему, церковь — это тело, так или нет? В котором каждый уверующий человек находится и функционирует как живой орган, он взаимосвязан с другими, так или нет? То есть согласно Божьему замыслу и Божьей воле от церкви, значит, если человек как живой орган в церкви находится, то он в нее не приходит, а он в ней пребывает, то есть он в ней живет и ею живет. То есть если у человека правильное понимание церкви, то он не может быть прихожанином, потому что в церковь не приходят согласно Божьему замыслу, а в церкви что? Прибывают, то есть живут в ней и ею что? Живут. И вот если человек это исполняет своей жизнью, значит, он пребывает в нем, а если нет этого, значит, он в нем не пребывает. Ну также еще послушайте очень коротко, что значит пребывать в нем? Я думаю, что пребывать в нем, это еще значит пребывать в его видении, да, вот в его видении. Вот Бог дал видение церкви, Бог дал видение какому-то служению, это от него. И значит, если ты в этом пребываешь, значит, ты что? Пребываешь в нем. Если ты находишься в том месте, где Бог сказал тебе быть, значит, ты что? В нем пребываешь. Если ты в Его призвании находишься, ищешь этого призвания, значит, ты в нем пребываешь. Если ты в Его служении, вот в Его, не в своем собственном, в Его служении находишься, значит, ты в нем пребываешь. А если ты в этом пребываешь, значит, обетования исполнятся в твоей жизни, потому что они в нем, да, и в нем, аминь. Аминь. И пятая, последняя причина, последняя. Ну, я думаю, я же вам сказал вначале, что не берите, ну, как это сказать, не в смысле, за основу берите, но я сказал, что это пять основных причин, может, конечно, и другие есть. Это те, которые Бог мне показал, это которые пришли ко мне в результате моих молитв, в результате моих размышлений. Пятая причина. Иоанна 15-16. Там написаны такие слова, что не мы его нашли, а он что, нашел нас. И написано, и поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы этот плод пребывал. И тогда, дабы чего не попросите, он даст вам. Аминь. И вот это интересные слова, интересные слова, я их тоже исследовал, разные источники читал. Поставил и шли, поставил и шли. Ибо он, не мы его нашли, а он нас нашел, написано, и поставил, поставил. Смотрите, это слово еще может означать дал определенные полномочия или задания, то есть поставил, определил на какую-то, ну, я не знаю, на какую-то ответственность. И также еще это слово поставил может означать насадил, насадил, насадил. То есть он нас нашел, не мы его нашли, а он нас нашел, поставил, то есть дал нам определенную ответственность, задание, насадил. Чтобы мы, написано, шли, шли, я все думал, как это шли. Но дерево, оно тоже идет, только куда? Вверх. Мы часто думаем, что нам надо идти куда-то в сторону, нам надо идти куда-то вверх. То есть это может означать, чтобы мы шли или росли, росли и приносили плод, и чтобы плод этот пребывал. Аминь. Конечно, о плоде есть отдельная, у нас была конференция о плоде, я не буду много говорить сейчас, это займет много времени. Но хочу лишь сказать вам, как это, напутствовать вас, братья, сестры, сами мы должны, я думаю, себя исследовать, потому что так Писание говорит, что исследуйте себя, да. И мы должны наших, ну, как это, подопечных, людей окружающих нас на это вдохновлять, чтобы мы себя исследовали, ну, в отношении чего? Я думаю, что, смотрите, братья и сестры, очень важно, смотрите, посмотреть на себя, вот помните ту историю, которую Иисус рассказывал о смоковнице, да, о смоковнице. Вот я думаю, нам важно себя исследовать, не похожи ли мы на эту смоковницу. Вот что интересно, написано, что эта смоковница была посаженная. Посаженная, то есть это означает, что она не валялась где-то, она была что? Посаженная. Смотрите, что интересно, что издалека, издалека, как это, все было в порядке, все было в порядке, как бы она зеленела, листья шелестели. Ну, смотрите, ну, когда Иисус к ней приблизился, ведь сегодня многие люди молятся, Боже, ну, приблизься ко мне, приди ко мне. Послушайте, иногда эта молитва опасная, потому что, когда Иисус подошел к этой смоковнице, то он очень разочаровался. То есть издалека, когда он смотрел на нее, то все было, вроде бы, даже в глазах его нормально. Послушайте, так часто люди молятся, Боже, подойди ко мне. Да ты сначала лучше сам на себя посмотри, может, не надо, может, не надо, чтобы Иисус к тебе подходил сейчас. Ну, вы понимаете, да? Помните, да, когда он к ней подошел, пошуршал руками, оказывается, плода-то на ней что? Не было, и что он сделал? Послушайте, что он сделал? Ведь, я думаю, эта история в Писание попала не для того, чтобы научить нас правильно садить смоковницы или яблоки. Это же намек был на кого? Прямой намек на нас, на нас, на нашу жизнь, что мы можем быть подобны этой смоковнице. Мы можем молиться, Боже, приди ко мне и исполни все свои обетования в моей жизни. Но реально так, если разобраться, то не дай Бог, чтобы Бог к тебе подошел сейчас. Ну, не к тебе лично, но бывает такое. Лучше тебе исследовать себя, не похож ли ты на эту смоковницу. Вы знаете, часто люди так мыслят, так говорят, что если ты с Богом, вот если ты с Богом, вот если ты на лозе, вот на лозе, то ты обязательно принесешь плод. Ну, с одной стороны, это так, потому что так Писание говорит. Но с другой стороны, тоже Писание говорит, что и на Иисусе, как на лозе, могут быть какие, написано, сухие ветки или ветвь, которые не приносят плода. Поэтому очень важно нам смотреть, может, мы даже и на нем, но плода что, не приносим. Если вернуться к этой смоковнице, я уже сказал, очень важно нам посмотреть, что смоковница была посаженной, то есть она не была оторванной от земли, то есть от источника. Источник, как земля, ее питал. Дождь с неба ее поливал, то есть как мы сегодня, мы можем получать благословение. Так в евреях написано, земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь, но произращающая злак, то есть плод, полезный для тех, кто ее возделывал, получает благословение от Бога. А произращающая, написано, тернии волчицы, написано, негодно и близка к проклятию. Впрочем, о вас мы надеемся, что вы в другом состоянии, так сказано. Но вот смотрите, о чем написано, что земля может быть пить, как мы пьем, мы в церковь приходим, какие-то благословения получаем. Смоковница эта тоже была посаженная, она от земли питалась, от церкви что-то получала. Дождь ее с неба поливал, солнце грело. То есть все для нее было сделано, чтобы она принесла плод. Я думаю, что не было бы реакции Иисуса такой на эту смоковницу, если бы она не могла принести плод. Вы согласны с этим? Смотрите, в этом же Евангелие от Иоанна, в этой 15 главе написаны такие слова. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Когда я над этим думал, как бы мне так открылось, знаете, что этими словами Бог говорит, что ты уже очищен. Может, мы не очищены в совершенстве полностью, нам еще нужно что? Ну, очищаться. Но мы уже очищены достаточно, чтобы принести плод, то есть мы можем приносить плод. Раз мы уверовали, раз мы ходим в церковь, питаемся Божьим Словом, Бог говорит, вы уже очищены. Может, не до конца, может, не в совершенстве, но вы можете приносить что? Плод. Аминь. И так написано в этой же главе Евангелия, 15 главе от Иоанна, что какие ветви Бог еще очищает? Какие? То есть ветвь, приносящую плод, он что, очищает, чтобы более принесла плода, а не приносящую плод он отрезает? Аминь, братья и сестры. Поэтому так важно нам исследовать себя. А не являемся ли мы даже на Иисусе этой сухой ветви? А не похожи ли мы на эту смоковницу, что мы вроде бы руками машем, вроде бы хлопаем, шелестим, но плода нет, плода нет. Есть много причин, по которым мы можем не приносить плода, и нет времени сейчас их перечислять, и, возможно, это отдельная тема, даже отдельной конференции. Но вот лишь одна, одна, которая четко, ясно написана в Евангелиях, почти что, наверное, во всех Евангелиях. Вы помните, когда эта история, где Иисус рассказывал историю о сеятеле и семени. Вышел сеятель, семя сеет, да? И там иное упало туда, иное туда. Вы помните, да, эту историю? И написано, что, в результате чего, почему земля не приносла плода? Потому что она была подавлена заботами житейскими, иными пожеланиями, суетой житейской. Это слово было что? Задавлено, засыпано, и поэтому, и поэтому не принесло плода. Поэтому, братья и сестры, это очень важно для нас. Что, может быть, заботы житейские, суета, иные пожелания вошли уже в тебя или в твоих подопечных. И они вроде бы еще где-то при церкви, но уже, но уже это преобладает. Заботы, суета, иные пожелания. Знаете, как бы в заключении хочется одно место прочитать. На самом деле, это трагедия. Трагедия тогда, я думаю, что она повторяется и сегодня. В Евангелии от Луки, 2 глава, 6-7 стих. Здесь рассказывается о рождении Иисуса Христа. Я не буду всю главу читать, я знаю, что вы это все знаете и понимаете. Так написано. Когда же они были там, наступило время родить ей. Ну, кому? Марии, да? «И родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Такие тагические слова написаны. Родился Христос, Спаситель. Но ему не нашлось места в гостинице. Я думаю, что нам всегда следует смотреть за своей жизнью, чтобы с нами такого не произошло, чтобы в нашем плотном расписании нашей жизни, в нашей суете, в заботах жестейских не произошло так, что ему не хватает места. Вот всему есть место, вот тому, тому, тому есть место, а ему места не находится. Послушайте, так много людей сегодня говорят, что у меня нет времени, у меня нет возможности. Ну, у тебя же есть время спать, кушать, одеваться, работать. А ему места не находится. И хочется спросить, и ты, человек, после всего этого претендуешь на то, что ты знаешь просто обетование, и ты можешь требовать их исполнения? Я думаю, если это так, то тебе нужно покаяться, дорогой человек. Аминь. Вот, в принципе, слава Богу, то, что Бог положил мне на сердце, конечно, я старался что-то сокращать, что-то я упустил, но я и думаю, что все уже сказанное тоже вошло в вас, благословит вас, и я молюсь, и молился прежде, чтобы это дальше распространилось, и на ваших подопечных, и на всех людей, с которыми вы будете общаться, и я верю, что это их тоже благословит и вас. Аминь. И что я хотел еще сказать, буквально несколько секунд, просто сейчас, сейчас мы попросим, еще у нас есть время до обеда, брат, у меня память хорошая, я запоминаю местописание, но я плохо запоминаю имена. Брат наш, друг наш из церкви Скиния, он засвидетельствует, засвидетельствует, вот, ну, ты выходи, да, выходи. Но чему я хочу как бы дать вам настрой, чтобы на вторую часть? Вот есть брат Вячеслав, Вячеслав, я помню твое имя, слава Богу, он из церкви Скиния, как я сказал, он занимается, он, его ответственность, это тюремное служение, центре реабилитации. И я так, когда я эту конференцию готовил, я вам точно скажу, что это от Бога ко мне пришло, что я бы очень хотел, я почему Вячеслава пригласил, чтобы он тоже приехал и мотивировал нас, нас всех, и потом через нас, может, наших подопечных, именно на служение узникам в тюрьмах. Понятное дело, что это не единственное служение, которое мы можем исполнять в Боге и для Бога, но это важное служение, это важное служение. Я бы хотел, чтобы наша церковь этим занималась, и мы этим занимаемся, чтобы вы тоже вдохновлены были, ну, через славика и, естественно, Богом через славика на это служение. Вот подумайте, когда я читал вот такую эту тоже слова Иисуса Христа, написанную там в Евангелии от Матфея, вы помните ту историю, где Он говорит, Иисус сказал людям такие слова, что «Я в темнице был, и вы не пришли ко Мне». Вы знаете, мы знаем много способов сегодня в современном христианстве, как мы можем прийти в Божье присутствие, там, через молитву, через какие-то особые праздники, поклонения, еще через что-то. Но послушайте, мы можем не прийти к Нему, там написано, что я был в тюрьме, а вы этот способ не использовали, вы могли, а вы не пришли ко Мне. Там не написано, что я возможно был или наверное был, а я был, а вы не пришли ко Мне. А значит, на что намек идет? Что мы должны прийти к Нему, потому что Он там, потому что Он в этих людях есть, и Он с ними там есть. Слушайте, если вы любите свои церкви, если вы любите свои церкви, а вы любите свои церкви, то вы должны желать их роста, умножения, созидания. Вы этого желаете или нет? Ну, слушайте, и это правильно. Но есть интересная, знаете, история. Вот там Павел, знаете, когда читать книгу «Деяний», там, как и послание Павла, то там можно такие вещи вот увидеть. Знаете, что Павел вот хвалил, он там потом гордился, хвалил церкви в Македонии, да, если читали вы об этом, да? Но если вот, читайте внимательно, исследуйте Писание, послушайте, ну вот после чего церковь в Македонии, интересный такой момент, это интересно, буквально две секунды. После чего церковь в Македонии стала так вот особо как-то расти и созидаться, знаете после чего? После того, как Павел и Сила побывали в тюрьме. Вот заметьте, почитайте, там сначала, ну не очень так, люди каялись, но не очень. Но вот после того, как они побывали в тюрьме, что-то произошло, и церкви начали расти. Слава Богу, что нам сегодня не надо садиться в тюрьму, а можем мы ее только посещать. И дай Бог нам это делать, и пусть Бог нас вдохновит и на это служение. Слава Богу, что нам надо садиться в тюрьме. Слава Богу, что нам надо садиться в тюрьме. Слава Богу.